Когда я к этим препаратам пришел, это 2005 год, у меня умирал отец от онкологии. Значит, его друг молодости Вячеслав Арташесович Исаев ушел из жизни в 80-м году. Год пролежал в коме, как бы загадочно все это. Я считаю, что ему помогли. Я просто даже простой пример приведу. Я говорю, вот его сколько раз приглашали, какой-нибудь круглый стол на НТВ или еще чем-нибудь. Человек, профессор тонкой коллоидной химии, судостроения, академик всех. У него Путин, когда был Владимир Владимирович премьер-министром, наградил его лично, когда ознакомился с его работами, его представил эпидемий врач у нас был, Онищенко. У меня есть, кстати, огромная вот такая вот штука, лучшие эти самые, именно от этой эпидемии. Пришлю фотографию, тоже все подписано им. Он вообще-то с ним советовался даже, Онищенко, всегда. Если что-то надо узнать, эпидемии какие-то или еще что-то. То есть, скажем так, для зрителей, это старая еще советская школа, это профессор. Да, вот Путин его наградил премией Российской Федерации за вклад в науку, развитие техники, всего там. И сказал, значит, обратите на этого человека внимание, послушайте, о чем он разрабатывает, что он делает, как он это делает. Но его начали приглашать на круглые столы везде и просто потом вырезали. Вот он меня один раз пригласил с собой на НТВ, круглый стол, собралось вот эти современные врачи. Кстати, все его друзья, которые вот уже ушли из жизни, старше его были там, кто 90 лет умер, кто 85, кто 87. Я последние 15 лет очень много с ними общался, ну просто можно часами слушать. Такие вещи, и они объясняли, настолько доходчиво, понятно. Вот просто ты, ну, мне вот говорят, откуда у тебя знания такие. Я говорю, ну повезло вот так, я просто слесарь. Есть слесарь, есть кесарь, да. Просто смысл такой, что я вот так получил, что общался с такими людьми. Это титаны, советские воспитанники, которые последние 10 лет жизни все, мы к этой медицине, особенно современной, вообще никакого отношения не имеем, мы не хотим знать и все. Вот так вот. Значит, и за круглым столом там вот, он меня говорит, ну давай со мной съездим, посмотришь, почему меня вырезают. Сидят за столом, и каждый, Малышева была там эта, Елена, я вообще удивляюсь, как до сих пор этот человек на телевидении. Это, ну, просто издевательство какое-то, что ли, я не знаю. С вот этими гоблинами, которые там ходят, какие-то страшные люди, я говорю, ну это ведьма, вот как из сказки. Вот там ведьмы такие красивенькие летают, вот в американских сказках, вот она вот, я считаю, вот так. Ну так что же изобрел вот этот ученый? Значит, как сказать изобрел? Вот я всегда предпочитаю говорить, ну, именно так, как оно есть на самом деле. Значит, когда Чернобыльская авария произошла, значит, государство поставило задачу российским ученым. Они в это время начали уже работать, потому что американцы на самом деле, 40-е, 50-е годы, они захлебнулись от атеросклероза, потому что, ну, как, хотели накормить население и сделали ставку на молоко. Атеросклероз просто захлебнулись от него. Значит, что они, ну, так как Японию они оккупировали, все лучшее передовое, что было в Японии, они себе забирали. Они просто забрали у них, выбрали БАДы, которые сами японцы им порекомендовали, как атеросклероз убрать. Вот морепродукты, там, масла, они в этом плане, конечно, были передовые. И государство исправили население. После того, как спад пошел, атеросклероз стал падать, это отдали уже не под государственное, как бы, контроль, а бизнесменам. Вот с этого момента, как вот мне сами американцы говорят, с 70-х годов БАДы сначала стали похуже. На сегодняшний день это просто отрава. Вот кто бы там что ни говорил, мне у меня есть друзья, которые, да ты что, там, солгар. Я говорю, ты олигарх? Да. Ну, для тебя же ничего не стоит, сделай спектральный анализ. Говорит, я был в Америке, там, твой, а он латал с эфитолом, у него всегда с собой. Он весил 140 килограмм, сейчас выглядит, как я. И не поправляется вообще. Он много раз худел, потом больше, худел, больше. Сейчас все время одинаково, и как бы все нормально. Что осталось у нас, давайте применять или несколько каких-то? Марина перед едой, латал с эфитолом после еды. Вот у меня здесь расписана схема. Это конкретно, я говорю, диабет, лишний вес. Значит, проблема с сосудами. Не сердцем, а именно с сосудами. Потому что, ну, костенеют там, особенно у мужчин, в бедрах, тазобедренный сустав. Да и везде. Из-за этого бляшки. Вот Марину и латал, когда Чернобыль, эта авария произошла, они перебрали наши, мудрить не стали. Самые передовые разработки взяли у японцев также. Сами доработали. Ну, русские, как бы, всегда, вот, ну, могли, особенно в Советском Союзе, как бы, ученые, ну, наука была передовая. До сих пор все, все, что, гиперзвук там, да все, что угодно, это все идет еще от Сталина. Вот у нас два царя, самых два оклеветанных. И самые ненавистные Запады. Иван Грозный и Сталин. Потому что их весь Запад от них трепещал, восторгался ими, боялся. И они больше всех, не потому что такие, они не для себя жили, но больше всех для страны сделали. Ну, Иван Грозный, как бы, там время не то было. Наверняка, если бы были технологии передовые, он бы вообще весь мир бы окучивал. Но Сталин, как бы, уже, да, ну, что там, говорит, Черчилль даже сказал, пришел с Сахой, ушел с атомной бомбой. Водородной, да. Водородной. И не только водородной, ведь задел вот этой науки с 30-х по 50-е до сих пор черпают, вычерпать не могут. Слава Богу, сейчас разрешили нашей науке этим пользоваться. Да, так значит, я правильно понимаю, что вот профессор Исаев, он, им было правительственное поручение сделать какую-то защиту облучившимся после аварии Черновской области. Значит, задача, я извиняюсь, что перебил, задача была поставлена конкретная. Разработать препараты, которые смогут защитить от радиации и восстановить человека, который облучился уже. Три группы ученых были созданы на базе трех институтов, которым на конкурсной основе было поручено создать препараты. Вот та группа, в которой был Вячеслав Арташесович, они выиграли. Во-первых, он, ну, как бы, там есть ролики о нем, я вот снял Юрию Андреевичу рассказывал, там, ну, такие простые, на телефон, люди очень интересовались. Значит, он 30 лет прожил в океане. Человек, это не шутка, ничего, он был замминистра рыбной промышленности, он занимался конкретно, он прям на этих, вот этих огромных заводах, у нас их было 8. Мы для аудитории рассказывают, что мы там в Советском Союзе там голодали, все, вранье. Мы занимали второе место после Японии по добыче рыбы, американцы были на третьем. Мало того, вот эти огромные заводы, плавучие, да, это, ну, если, ну, как, я их ни разу не видел, но вот как он описывает, это поселок в океане, да. Там заводы, пароходы, ну, отдельно подплывают, подплывают, доки там, все. Англичане у нас просто один украли в 91-м году. Просто загнали, когда разрушали, Ельцин рвал страну на куски с Горбачевым. Все думают, что Горбачев боролся с Ельцином. Вранье. Это одна шайка. Ладно, не будем о них, как бы. В общем, скажем так, они просто загнали на военную базу. И этим пользовалось. У них в 91-м году была такая проблема страшнейшая. Огромный улов рыбы был, да, и они, у них вообще не было ничего перерабатывающего. Вот Ла-Манш вонял на всю Европу. Вонь шла. Вот столько рыбы скидывали, потому что она тухла. Они загнали наш этот завод, переморозили, переработали, еще и бабок немерено заработали. А нас в это время объясняли, что мы никто и звать нас никак. Ну вот, вот такая ситуация. Вячеслав Арташевич, как бы, почему ему это, как бы, все досталось, он был в курсе, значит, смысл вот такой. Было три группы учеников. В их, вот этой группе, да, было три состава. Одни занимались наукой. Он участвовал с ними. Вторые добывали сырье лучшее. Почему, говорю, сейчас никто не сделает таких препаратов, как у меня? Запроса нет. Сейчас капитализм. Значит, смысл такой, минимум вложений, максимум, этот, прибыли, да, лабораторию какую-нибудь, да, о, там дорого, давай вот здесь подешели. А у этих людей ни в чем недостатка не было. Любые приборы, пожалуйста, любое сырье, позвонили, вот нам вот такое надо, пришло, не подходит, вот такое надо. И у них задачи, сейчас никто задач таких не ставит. Вот просто я всегда пример привожу. Вот пекарь печет хлеб, да, в чем он заинтересован? Чтобы как можно больше хлеба из печи, чтобы у него побольше купили и подороже. А денег, чтобы он потратил как можно меньше. Он ищет муку похуже там, не как Стерлигов там, продает этот хлеб задорого, никто не покупает, да, хотя у него хлеб реально хороший. Вот, ну и это самое, и все, чтобы больше продавалось. Вот, так же и капиталисты. Минимум вложений, сейчас никто никогда не задумается о чем. А безопасность даже не звучит об этом. Я, знаете, извините, вынужден прямо прервать и скажу для наших зрителей здесь вот что, кто еще не смотрел. Посмотрите мое видео про директора совхоза, который рассказывал, вот буквально сосед наш по Псковской области, это Тверская область, Тарапецкий район, как уничтожали, прям собирался вот начальник, то есть там в райкоме, потом был прокурор и так далее. И Ельцинский указ, что если председатель колхоза или директор совхоза отказывается разрушить и уничтожить колхоз, ну там или в совхоз, там были формулевки, как другие, но своим языком, 4 года тюрьмы. То есть причем уволиться было нельзя. То есть там такие мерки применялись, которые вот я уверяю вас, вот я так прямо в том ролике сказал, и зрители почти все писали, да, такого я, хотя многое знаю, не знал. Так вот посмотрите то видео, вы многое-многое поймете, что же мы потеряли. Ну да ладно, прервал. Я, Юрий Андреевич, так как по роду службы в 90-е годы, ну совсем еще как бы молодой был, но потом анализируя, ну и мои старшие товарищи руководители мне рассказывали. Значит смысл, всем этим руководил. Ельцин что, Ельцин пил, да, валялся пьяный там в этой бочке. Ну подписывал указом. Я, да, подписывал, вот это приведут, это рука просто. Вот как сейчас Байден, вот точно так же Ельцин. Мне жалко Америку, честно говоря. Вот глядя на вот это, что творится. А там вообще огромные, там такие идут изменения сейчас, что не удивлюсь, если гражданская война будет. Ну, я вот эти штаты, которые там с бородами, вот эти Дикий Запад мужики. Техас. Ну, я думаю, что они как бы встанут, начнут. Они вот этих зомби считают, которые сейчас стоят. Что это, 70 полов. Я даже присадиваюсь. Слушайте, против всей этой педрасти и мерзости, все эти уже, уже вот просто показывают у нас по телевидению. Ну, кто-то сейчас скажет, из либера просматривает ролик, что мол, вот российская, да вы дебилы. Причем это российская телевидение, там показывают американские сюжеты, ну, с американских разных. Нет, так педрасти это, мягко говоря. Нет, 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 да, я про другое. Поэтому. Я про другое, что там сейчас уже впервые за эти все годы и десятилетия началась просто активная сознательная работа очень большой части граждан по уничтожению всей этой пропаганды садомитской, все эти растления детей и так далее. То есть уже по полной программе в Америке, в Польше пошло, я был в шоке, сейчас в Польше уже выступают за то, чтобы гнать все эту педрастию трансгендеров всех извращенцев, да. Прямым текстом. Ну, это ладно, это мы немножко обтоломили. Смотрите. Я просто извиняюсь, Юрий Андреевич, так не договорил, я говорю, так вот как разрушалось. Кто разрушал? Именно американцы разрушали. Не американцы. Ну, Госдепы. А вот эта шайка. Нет, не Госдепы. Дюпоны, вот которые сейчас скрылись в этом, что вся пшеница им принадлежит там. Ну, понятно. Вильбельдан и Данон. Вот их две корпорации, которые скупили всю Россию. Вот Путин почему юг подняли? Забрали у них. Почему они визжат-то, как поросята? Вот вся Рублевка у нас вокруг, да? Это вся земля ихняя. Им специально скупали страну только для того, чтобы она не пахалась. Вся земля у нас была скуплена. Вильбельдан, Данон. Это принадлежит вот этот Рокшильд-Рокфеллер. Рокшильд-Рокфеллер. Да это никто в этой шайке. Дюпоны, Морганы. Там такие сидят воротилы. Самые богатые люди кто? Это вот, ну, не буду врать, потому что фамилию, семью эту не назову. Это те, кто Old Spice. В джунгли зайди. Будет стоять заправка, на ней будет Old Spice, Twix и Марс. Вот кто миллиардеры. Не миллиардеры. Они вообще не понимают, что такое деньги. Вот они выжили из ума вместе с этим швабом сумасшедшим. И они хотят, чтобы мы все стали вот такие. Они сами. Вот знаете, как вот у Гребенчакова, вот этого негодяя, который убежал там, да? Песня была такая. Когда дети генералов, да, уже не знают, чего хотеть. И начинают сходить с ума, да? Вот эти не просто, они выжили из ума. Им уже ничего не интересно вообще. И вот они уже изгаляются, не знают, что придумать. И нам это все навязывают. И вот почему этот, ну, вот сейчас так же с Китаем у нас пошло уже, ну, уже те там позиции. Но дело в том, что они собрали совет, вот буквально месяц назад, миру об этом не говорят. И они решают, что несправедливо, что природа у нас такая. Они сейчас будут решать, какой климат где должен быть. Это уже вообще смысл такой, что терпеть это уже, ну, ну, как бы это совсем нельзя. Потому что, ну, люди опасны для человечества стали. И это ведь, ну, это не какая-то страна там с 250 миллионным населением. Жалкая кучка сумасшедших сумасбродов захватила, считают, что они управляют миром. Ну, сами себя так поставили. Практически управляют. Управляли. Ну, управляют. Сейчас меняется. Пока, конечно, они еще управляют. Да, я не спорю. Сильны еще, очень сильны. И новое время меняется, и, конечно, и власть, конец придет, и власть. Я, как верующий человек, как бы, ну, читал апокалипсис Иоанна Богослова. Человеку неподготовленному читать это, ну, просто и смысла нет никакого. Только толкование. Вот у нас был такой святой, наверное, будет причислен, Данил Сысоев, которого застрелили совсем недавно. Даже патриарх сказал, что яркая звезда. Вот он очень умнейший человек был. К нему приходили его убивать радикалы мусульманские. Принимали православие и уходили. Ну, уникальный человек был, как бы. Там вот так и написано, что разделится мир. Тот, кто дьяволу поклонится и кто захочет по Божьим законам. Религии не будет. И сейчас смотрите. Правоверные мусульмане и православные христиане в авангарде. Все мы идем одним путем. Никто об этом никогда не говорит. Я вот, если можно, пару слов скажу. Потому что они, у них, у нас Бог Иисус Христос. Ну, мы в Троицу Святую веруем. А у них пророк Иса. И они все его ждут. И мы ждем второго пришествия. И они ждут, что он явится, убьет антихриста. И будет суд. А вот дальше, ну, как говорится, увидим. Они считают, что он кресты сломает там. Все это. Мы считаем, что мертвые восстанут. Ну, и у нас по-доброму так. Ну, увидим, как будет. Ну, если так, значит, хорошо и так хорошо. Ну, да. И с точки зрения религии, если говорить этим языком, то, что происходит, то, что вы описали до того, про всех религий, у полного прочего, это чистый, конечно, сатанизм. Потому что они варят и насаждают. А еще вот эта вся толерантность. Я вот тоже борюсь по мере возможности. Призываю всех зрителей категорически не быть никогда толерантными. Вот этими слезняками, прихвостнями. А говорить прямо в лицо и в морду, в любую их правду. И не бояться ее говорить. И называть вещи своими именами. Вот. Ну, давайте вернемся. И возвращаться, добавлю к этому, возвращаться к русскому языку. Абсолютно. Выбросить эти слова. Толерантность. Межмекинг. Пиджмекинг. Я говорю, сидя тут, иногда совещание начинается, да. И вот мне, я там провел веки. Я говорю, так, стоп. Все то же самое на русском. И сразу двумя словами говорит. Вот начинают вот это вот катать. Я в своих видео тоже часто призываю людей. Свои так называемые вот эти ники, имена. То есть, ну, например, в ютубе смотрят, да, видео. И там называют себя как-то там не по-русски, либо набором английский бух. Но если ты пишешь комментарии по-русски, то есть ты русский человек, либо русскоязычный человек, который думает и говорит на русском языке, так и называйте себя Иван Петрович такой-то. Или там, или хотя бы как-то, но по-русски, так сказать. Ну, и все в этом роли. Тоже меня страшно бесит. Или, знаете, как смотришь там по городам. Ну, особенно, конечно, это в 90-е, ну и сейчас еще это много. Везде названия. Не, ладно, там, трактир, кафе, лавка, ну, по-русски. Ни одного русского названия. Все это супер-мини-маркеты, плейсы, всякие. Ларек сколочен из фанеры и на нем. Лагуна какая-нибудь на английском там. Или лагуночка. Ну, в общем, это просто быдлячество, скажем так. Сейчас это уже просто признак дурного тона и вот этого низкопоклонства. Правильно Сталин с этим боролся? Это же предательство. Вот это тоже, с чего начинается предательство. В том числе, с вот этого поклонства и долопоклонства иностранным лейблам. Безусловно. Есть хорошие товары, это же никто не говорит. Или там технология, да? Их надо применять. Нужно учиться и лучше делать. А сколько и мы учились в свое время, 20-е и 30-е. Потом стали лучше делать. Все лучше делать практически. Ну, кроме там каких-то особых для удобства жизни. Это, да, понятно, там у них это было впереди. Но, так сказать, не нужно называть и унижаться этим самым. Хорошо, давайте перейдем к Исаеву, да? Значит, итак, был Чернобыль, была поставлена задача. Да, да. Спасти людей, убрать радиацию из организмов людей, восстановить здоровье. Были взяты старые исследования, в том числе японские лучшие работы. И вот, в том числе, группа именно Исаева заниматься стала этим. И добилась, как я понимаю, больших результатов. Расскажите, каких? Объясню. Ну, почему я вот сказал, что он там 30 лет в океане прожил. Знал эти все вот течения. Например, вот омега-3, да? Ну, как сказать? Вот у нас... Ну, в Советском Риме был рыбе-жир, понятно. А потом мы с печенью трески там добывали и других... Печеночный, как мы в детском садике перейдемли. Но тогда не было такой катастрофы, как сейчас. Пекологическая, конечно. Вот. Значит, мы... Он это понял. Потому что анализы... Вот мне даже привозили в свое время. Привозят бочку, да? Он что-то там, не знаю, что делает. Говорит, нет, не пойдет. И у меня люди психовали. Они дамы специально отбирали там только вот... Он там, например, ну, вышел вот этот трал огромный, да? Они звонят, говорят, мы в Кемптауне, селедка идет. Он не пойдет. Почему? Ну, вот не пойдет и все. Так вот про рыбий жир, про омега-3 жирные кислоты из него. Про то, что проблема сейчас такая, что в рыбе, поскольку в морях и океанах отравлены, они и ртутью, и радиацией, сколько затонувших, во-первых, ядерное топливо скидывали в разные страны, там, в бочках, во-вторых, подводные лодки терпели, там, катастрофы ядерные и прочее. В общем, есть эта проблема. Ну, тем более, в Японии вот недавно прокусимы, все мы знаем, что произошло. И в организмах рыб накапливается, что радиация в том числе. А в печени это 90% или более, потому что это как раз что? Это фильтры. И, соответственно, из печени добывают как раз омега-3 жирные кислоты, которые практически все люди потребляют. Да, есть разные степени очистки. Есть дорогие там фирмы. У даже одной фирмы есть разные там классы, скажем так. Это понятно. Но в полной мере, я подтверждаю, очистить это, ну, в общем, нельзя. И что, значит, сделал, понимая это Исаев? Ну, нельзя так говорить, что сделал Исаев. Это целый коллектив научных работников. Ну, я знаю, понятно, что с командой, понятно, что под руководством и с командой. Да, просто я сразу договорю, почему он был в курсе всего и знал все. Почему? Потому что научные разработки он принимал участие, добыча ингредиентов. А третье – это производство. Вот он возглавлял производство, поэтому все стекалось к нему. Поэтому он как бы владел полной информацией всей. Значит, вот когда они поняли, что с этим печеночным рыбьим жиром серьезные проблемы, это у них обосновано было все. Вот наш рыбий жир, который мы используем, да, омега-3. Значит, Эйконол, название, это наш фирменный омега-3. Просто смысл такой же. У нас настолько это вот тот омега-3 животного происхождения из рыбы концентрирован и несет вот именно эффективность за счет чего. Вот я говорю, например, ушел Трал, да, у нас мурманский причал свой был. Значит, говорят, Кемптаун, селедка идет, да, он как-то там не пойдет. Почему? Ну, не пойдет и все. Вот потом они, мы в Чили, идет сардина. Он раз, все, пойдет. Значит, только косяковые рыбы. Надо знать, на какой глубине идет, в какой температуре, чем питается, на нерест или с нереста. Здесь столько нюансов. И берем только подкожный специально. Я говорю, ну, не буду называть, какая компания производит. Это все идет, вот то, что вот сейчас, в данный момент, да, это все идет только на экспорт до сих пор. Потому что, ну, никто не будет, вот производитель БАДов любой, да. Вот самая-самая простая фирма, мне говорят, да ладно, вон, там, неизвестная какая-то, я не говорю про сибирское здоровье, там, такие большие. А вот какая-то маленькая фирма, да они больше производят, чем ты. А объясняю, я в таком количестве, такого качества, это нереально. Мне вот сейчас говорят на армию поставлять, я почему отказался? Ну, сейчас дальше ведем переговоры. На спецподразделения какие-то могу. Но я, ну, 10 тысяч банок в месяц. Мои препараты назывались незаменимые факторы питания. Вот когда разрабатывали все, имели все статус медицинских препаратов. Когда Исаева уговорили стать президентом Ассоциации БАД Российской Федерации, он много лет возглавлял. Но он как человек порядочный, ну, как, мои препараты, ну, раз я президент БАД, значит, и взял, тоже сделал свои препараты БАДами. Я считаю, что вообще БАД, и слово некрасивое, если на английский, там, и дискредитировано очень. Но прибыль там у них должна быть. Баночка 10 рублей стоит, а продают так же, как и я, за полторы тысячи. А у меня себестоимость 300 рублей. Я говорю, как я могу с ними конкурировать? Они там как на наркотиках зарабатывают, и как бы, ну, ладно, я ничего не жалуюсь, как бы, это вопрос третий. Но мы до сих пор, как бы, четко сохраняем и боимся даже на миллиграмм вправо-влево отойти от технологии, потому что мне говорят, да ладно, давай мы этот же латтл, но сделаем тебе дешевле, да? Я говорю, да не спорю, можно сделать дешевле. Даже анализы покажут, что все соответствует. Только работать он не будет. А мы же делаем для себя. Поэтому, как бы, такая ситуация. Вот. И когда они, первые два препарата, Марина и латтл. Вот баддилеры берут Марину так. Да. Что тут такого все? Я говорю, кто ты такой, чтобы так говорить? Шесть лет над этой баночкой работали. Вот в этих роликах, которые я вам давал, он там рассказывал. Мейерсон, вот этот кардиолог, самый известнейший был в Советском Союзе, все. Вот он даже, ну, шутил, когда вот там сидели. Они говорят, я только на один латтл две тысячи крыс перевел. Вот они дорабатывали, дорабатывали, дорабатывали так, чтобы, например, повышали давление, да, в три-четыре раза. Вот как человеку, например, 150 на 200, да. А, ну, на человеке ж нельзя это испытывать. Вот они на крысах делали. Те, которые, тех, которых кормили латтлом, да, латтл с эфитолом мешали, те живые оставались. А эти еще до 200 даже, ну, я цифры не буду, потому что соотношение там, у них вот так в два-три раза повышали давление, да, эти уже дохли, а те еще живые, 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 потом приходили в себя и дальше жили. Поэтому, вот я говорю, эти вот программы, они, ну, риск инфаркта, инсульта, любая программа, из которых вот я вот привез сейчас, да. Ну, мы сейчас про это поговорим, только скажите вначале про радиацию, что там? Вот про радиацию, значит, смысл такой. Марина, это препарат. Я считаю, что на сегодняшний день и аналогов нет ему. Вот он на вид простой такой препаратик, значит, который не просто, ну, понятно, вот просто, как они говорят. Вот задача, вывести радиацию из организма, тяжелые металлы, радионуклиды, да, вот. А для этого целый список нужен, что нужно сделать, моторику надо усилить, чтобы интоксикационные свойства были, чтобы связывало там. В общем, это целый комплекс, что нужно сделать. И добились чего? Что он не просто интоксикация, а выводит из организма, даже из органов, тяжелые металлы. Значит, но он попутно улучшает моторику-прельстатику. Значит, чистит организм, завалы выбивает, все там, потому что там, ну, где это кладется. Второй препарат Латл, да, он разрабатывался, потом его рекомендовали для тех, кто работает в радиации, кто нефтеперерабатывающий, там, химические комбинаты. Значит, он разрушает свободные радикалы. Потом, как оказалось, у него, ну, я не знаю, можно побочными действиями назвать, но от которых все. Вот у меня спортсмены 48 федераций спорта два года брали, и спортсмены сказали, нам больше ничего не надо, только Латл давайте. И я стал враг номер один директора ФМБА, потому что они там, спортсменам вообще не нужен был. Седьмой, восьмой год, девятый, десятый, вот девятый, десятый они два раза брали, не буду называть, потому что она пострадала сильно, женщина, которую возглавляла, Леди Павловна, приехала, сказала, мы выиграли паралимпиаду, наши все паралимпийцы, всех. Мы выиграли олимпиаду на одном российском препарате Латл. На следующий день ей сказали, увольняйся. Ну, как бы, поэтому там ужас еще был. В общем, мне Тихонов Александр Иванович здорово помогал, тогда возглавлял Госкомспорт Кравцов Александр Михайлович. Ну, а эта стена была непробиваемая вообще. Как бы, потому что все действующие врачи, при каждой сборной федерации, да, действующий врач, это сотрудник ФМБА. Вот какую задачу поставили, такую, десять лет, потом это вскрылось, когда все уже, десять лет одни и те же зеркальные тендеры были. Спортсменам вообще ничего не приходило. Латл, у него какое действие? Почему в спорте все спортсмены начали брать? Да вот его действие, которое оказывается на организм, да, он повышает выносливость организма многократно. За счет чего? Вот любой спортсмен знает, он начинает только нагружаться, выделяется, ну, самая известная молочная кислота. Там их много выделяется, и она блокирует мышцы, суставы, все. Если человек пьет латл, ну, там, подготавливается на нем, там, все, только кислота выделяется, моментально разрушается. Это придумано для другого, да. Почему? Потому что вот эти радикальные образования, да, они в основном в жиру и находятся. Именно не просто вот в рыхлом жире, а в сале, вот то, что самое тяжело уходит у человека, да. И вот именно там начинается борьба. И вот за счет этого, ну, как бы мы, смысл такой, что любого, толстый ты, не толстый, все зависит от того, насколько дисциплинированный человек будет принимать, да. Три раза в день. Марина перед едой латлся фитолом после еды. Человек похудеет. Вот просто вот эти ученые, почему Исаев возмущался сильно, да, болтуны всякую придумывают, кто-то что-то ляпнул, подхватили, понесло. Вот они, советские ученые наши, да, пользовались всегда только хрестоматийными знаниями. Никогда не ссылались на каких-то там, ну, о, новшества, все, ура, все, полетели. Все перепроверялось, запроверялось. Ну, вы как ученые знаете, хрестоматийное, это, ну, то, что утверждено, подтверждено и проверено тысячу раз. Вот, например, какие у них, на что они ссылались. Клетка крови живет 120 дней. Это, это все, никто с этим спорить не будет. Вот человек начинает принимать нашу схему, например, у кого лишний вес, диабет, повышенный холестерин, качество крови очень плохое, сосуды закостеневшие, да, вот он, вот эту схему, Марина латлся фитолом. Пошла работа. Вот за, как они объясняют, вот 120 дней клетка живет, за 60 дней, первый раз, когда человек начинает, может, 70-80 дней, идет обучение клеток. Они начинают обучаться, вот на примере эритроцита, да, вот у него мембрана 4-7 микрон, да, и микрососуды у нас 4-7 микрон. Значит, известковое отложение, все это вот, ну, мембрана ходит, чтобы накормить, там, кислород доставит, все, тух-тух-тух, забило. Дальше вот эти макрососуды, которые остаются, внутри остается углекислый газ и продукты распада. Можно человеческим языком сказать, дохлятина. И человек с вот этой дохлятиной внутри живет, ну, и как бы там, и это идет, уже начинается работа, так и называется новообразование. Мы же родились с раковыми клетками с рождения, только клетки киллеры, за которые вилочковая железа отвечает, ну, их держат в тонусе, значит, они их охраняют. А все время на протяжении жизни, вот где-то там дохлятина появилась, там, внутри организма, там, так и говорят, новообразование, да, вот эти вот, как вот в фильмах ужасов показывают, вурдалаки лазают такие, матку какую-то там выродить хотят, там, все. Это вот, как мне сами ученые, наши вот эти пожилые объясняли, они все доходчиво, просто. Вот там идет вся работа, чтобы создать такую же клетку, как у тебя, только раковую, новую. Ее можно купировать, убрать там, уничтожить. Ее даже можно уничтожить за счет своего иммунитета. Вот клетки киллеры атакуют, лейкоциты, например, забьют, потом гноем все это выйдет, и, ну, они сами погибают массово из-за этого. Поэтому вилочковая железа важнейшая в организме. Вот эта схема, что она делает? Ну, просто на примере эритроцита продолжу. Вот она обучает эритроцит не эластичным становиться, а менять свою форму. Чтобы это создать, это я не знаю, как они вообще, ну, такое придумали. Это вот, ну, я же говорю, есть слесарь, есть кесарь. Я слесарь. Есть даже и видео, и в интернете, и в телевидении показывали наши ученые, что смогли создать жидкий вот этот воздух с кислородной смесью, которым дышали. То есть жидкостью заполняли легкие и дышали, потому что никто в мире до сих пор, это факты, там, это дело тоже под сухно положили, но уникальные возможности без аквалангов, там, плавали, без них, там, все это было, безусловно. Фанаты. И, конечно, здесь нечем. Наша медицина и наука была передовой. Это даже люди, кто знает, не до конца понимают, насколько передовой. Поэтому, да, тут я не удивлен. Ну, хорошо, то есть, скажите, вот основных препаратов три, да, получается? Нет, у нас их порядка 11. Не, ну, вот я, ну, как сказать, я три схемы привез, да, вот здесь. Ну, давайте по ним тогда поговорим. По ним, вот, про одну я сейчас рассказал. Вот, я договорю просто, эритроцит обучается менять свою форму, водокамень точит, тут говорят, да, вот он подходит к этой закупорке, где дальше дохлятина, тукс, тукс пробивается туда. Почему смысл такой, что все говорят, там, ну, все, кто на шапилюлю пьет, не стареет. Вот реально, я говорю, я сам калекой был, да, ну, шрамы показывать там, ну, на руке могу показать. Вот у меня вот сюда вот пуля вошла, отсюда вышла, у меня вообще рука не работала. Ну, Исаев говорит, надо пить, вот, я говорю, ну, я психолог, нога раздроблена. Я бегаю каждое утро по 6 километров. Я ходил с палочкой, я, ну, калекой был вообще. Я сейчас... Это вот эта схема помогла вам? Я, я скажу так, я все схемы перепил, я их постоянно меняю. Когда себя чувствую хорошо вообще, все, что под руку попадется, вот, что пожелалось, или чувствую, например, там, ну, печень барахлит или еще что-нибудь, ну, тыквенол с самофором тогда. Здесь-то есть эта схема. Полностью желудочный кишечный тракт восстанавливает. Потому что, вот, как говорят, там, рука больная, там, не можно, нельзя человека по запчастям лечить. Он или здоров, или болен. Он по запчастям не лечится. Вот первая схема, да? Вот первая схема, про которую я рассказывал. Это вот восстановление липидного обмена и снижение лишнего веса. Написано, ну, потому что все модно, сейчас все хотят похудеть. Ну, помимо этого, какие еще свойства? А помимо этого, значит... Нет, что делает этот еще набор? Вот этот набор. Помимо... При диабете единственный вариант, который у человека поставить на ноги. Единственный. У меня на практике такое. Люди на инсулине сидели, не хотели увольняться. Значит, вскрывали. Там врачам деньги платили, да? Вот я за год с инсулина снимал. И, значит, этот смысл такой, что люди вот эту схему пили через полгода. Уже, ну, вообще сахар в норме. Ну, не в норме, но уже нормально. Начали с инсулин пропускать через год. И сейчас человек вообще не пользуется инсулином, ничего. И состояние абсолютно здорового человека. Ну, он, правда, потом и эти схемы перепил. Значит, диабет, лишний вес, плохое качество крови. Она не может быть или жидкой. Вот как сейчас говорят, пейте вот этот магнит, как там, кардиомагнил, там все. Превращают кровь в мочу. Это до слабоумия доводит, вот что. Я говорю, она должна быть качеством, ну, той консистенции, которая нужна. Значит, потом восстанавливает, вот у нее, что она очень эффективно делает. Восстанавливает эластичность сосудов. Вот эти вот, где закостенели, они восстанавливаются. Ну, многократно повышает выносливость. Значит, вторая комбинация. Программа, помогающая восстановить активный образ жизни, да, и здоровый. Это вот Амафор препарат у нас. Это целый комплекс. Значит, у него, ну, он также повышает, они все препараты эти повышают, иммунную защиту. Но у него, ну, как бы там, это не монопрепараты, а комплексы целые, да. Но у него вот так сделан, это препарат создавали, чтобы повысить энергию человека, да, и улучшить работу сердца. Даже не сердца, а сердечно-сосудистые системы. Вот при ишемических болезнях сердца. В общем, смысл такой, что вот это вот здесь Амафор с эфитолом также, да. Вот увеличивает энергию организма и восстанавливает работу сердечно-сосудистой системы. Значит, у него, в чем его уникальность? Он обогащен скволеном 250 миллиграмм процентов. Значит, скволен, у него очень много свободных связей кислорода. Вот он, мы из воды состоим, аж два воды. Вот он, скволен, попадая в водород, высвобождает кислород на клеточном уровне. Вот собака, почему мы ее не обгоним? Она вот так дышит, мы так не сможем дышать, как собака. Ну, не получится у человека долго, в обморок упадет. И резкий всплеск кислорода, который, ну, вот там в крови, ну, голова закружится все. Внутри нас кислорода полным-полно, прям внутри нас. Находится везде, он даже, можно сказать, в каком-то виде негатив, потому что все вот эти окисления, при ударах, там, синяк, кровь запеклась, это к онкологии даже может привести, там, ну, вот этот Амафор, он накопительного действия. Внутри человека накапливается этот препарат вместе с скволеном. Как только идет нагрузка, температура тела повышается, вот так было задумано и создано, скволен начинает связывать кислород внутри. Это другой вид энергии. Не через дыхательные пути кислород попадает, а из тебя сразу в кровь. И путь, короче, да, и эффективность совсем другая. Обогащение кислородом идет. Это для сердца очень полезно, но и энергию дает. Вот если латтл повышает выносливость у спортсмена, например, того же, да, или у простого человека, да, то этот энергию дает. Но совсем по-другому. Это, ну, как, другой вид энергии. Вот все говорят, эти, молодежь, тебе надо, как у Гербалайфа, стимулятор какой-нибудь добавить, чтобы трясло вот так еще. Я говорю, вы еще скажите, кокаина туда добавить. Я говорю, нет, это только для людей, которые не хотят вот этого кайфа там или что, о которых понимают. Вот он пьет, ему это сил прибавляет, он работоспособней становится, все. Без, у нас нет ни в одном препарате никаких таких стимуляторов, которые вот многие производители БАДов добавляют для того, чтобы, ну, как это привлечь, да, и стимулирующие. Кому надо стимулироваться, пускай там сами добавляют себе, что хотят, мы даем просто только на голову никаких влияний не оказываем вообще негативных. И третья схема, здесь амафор с тыквенолом два раза в день. Тыквенол, вот первая разработка триниты была, это тыквиол, тыквенное масло с льняным там совместили, все. Вот, и потом, когда с нашим сайканолом соединили, ну, это вообще другой эффект просто произвело там, ну, в общем, вот эта схема точно так же повышает энергию организма, да, и полностью восстанавливает, потому что вот у нас четыре системы основных в организме, значит, цириососудистая, желудокишечный тракт, опорно-двигательная и нервная, да. Кто из них главнее, да, вот, ну, можно спорить, как угодно, но, конечно, и нервная важная, и опорная. Самое главное – это живот. Не работает живот, все остальное тщетно. Поэтому, если у кого-то проблемы с желудочкой шестин трактом, но никак ты ему не дашь ничего, если оно не впитывается. Через уколы, через любые жидкости – это все неверно. Господь создал так, в рот надо положить, съесть, должно попасть, вот только так оно правильно попадает. Поэтому вот эта вот программа полностью восстанавливает желудочко-кишечный тракт. Печень, жиловыводящие, жилопроводящие, в общем, язвенные все полностью, вот не где-то какой-то там акцент на что-то, а полностью весь живот. Раньше так и говорили, кстати, никто там не берег сердце, а раньше не жалел живота своего в науке, родил там за военное дело живота, не жалел. Потому что это самый главный, скажем так, самое главное место у человека. Как правильно говорят, все болезни начинаются с кишечника. Да, это правильно, потому что вот эти завалы – это бомба замедленного действия. Итак, три главных программы в этих трех программах. Сколько видов препаратов применяется, если во всех трех? В каждой программе по три препарата. По три. А всего их сколько здесь? Некоторые повторяются от программы к программе? Какой-то из них. Давайте перечислим их, просто перечислим. Марина, Латл, Амафор, Эфитол и Теквенол. Пять. Пять видов препаратов в этих трех программах. Понятно. Ну, дозировки все ясны. Под каждого из препаратов у нас на сайте, дорогие товарищи, вы можете внимательно прочесть, как применять, при каком весе массе тела. Ну, в общем, вопросов не останется. А вот скажите, действительно, на практике вашей, какие были интересные случаи, вот такие яркие, показательные, удивительные, можно сказать? Ну, яркие. У меня, ну, есть люди, кто, например, там, 10 лет назад, очень близкие мне люди, за которых, как бы, для меня потеря таких людей была, ну, мы, как бы, много вместе прошли. Этот, одни пошли по врачебной, с онкологией. Все по одному и тому же сценарию. Полгода, ада, значит, гормонотерапия, химиотерапия. Ну, и человек так, тюк-тюк-тюк, скукоживается, желтеет, зеленеет. Ну, все по одному сценарию. За своих, там, я просто чуть не дрался с врачами. Они меня ненавидели. Ты смерти нашей хочешь. Все, уже 10 лет. Они до сих пор живы, здоровы, и онкологии никакой нет. Это несколько человек таких, да? Да. Есть у меня, например, товарищ, тоже лет 10 назад, на рабочий даже 10 лет назад. Встречаемся, переговоры у нас там, все. Я на него смотрю. Я говорю, слушай, ты что, не сегодня-завтра помрешь? А вы откуда знаете? Я говорю, ну, как понять, у тебя на лбу написано. Ну, я реально, ну, не знаю, как это получается. Я могу с человеком просто поговорить и скажу, что ему надо и какие проблемы у него. Они потом идут, сдают анализы, говорят, как ты это узнаешь. Я не знаю, как. Вот, наобщался с этими дедушками, вот теперь вот так получается. У меня до смешного доходило. Ну, на тот момент командир Альфа был друг мой. Стрельбы в Кантемеровской дивизии. Ну, я приехал тоже пострелять, все. Я говорю, слушай, Ильич, вот этот кореш у тебя, вы сейчас марш-бросок собрались бежать? Я говорю, он у тебя умрет, прям на марш-броске. Коль, а ну-ка иди сюда. Он подходит. Ты как себя чувствуешь, он? Блин, Ильич, не хотел говорить, короче, не могу. Что-то у меня... Я говорю, да у него печень отвалится сейчас. Он, да вчера, короче, блин, то ли селедка потом молоком запил, не могу понять. Он говорит, ты дурак, что ли? Я говорю, иди домой тогда, давай, езжай, лечись, все. Оказывается, ты приехал домой, его на скорую помощь увезли. Он говорит, да как ты определяешь? Я говорю, да я откуда знаю, как? Ну, вижу просто по человеку. Был такой Артем Тарасов. Да. Вот, ну, такая, ну, противоречивая личность, блин, в общем, он там... Много чего заявлял. Вот, он не просто заявлял, он огромные бабки мне давал, да, и потом ушел из жизни. Это жил-то Борисов, который... Я, например, уверен на 99%, что он не сам из жизни ушел. Там конкретно им занялись. Из-за каких-то разработок, из-за каких-то препаратов? Да. Ну, он реально, он просто находил, он вот слышит где-то, да, раз, вникает, о, я хочу в этом участвовать. Вот он мне дал 25 миллионов, да, никак просто, ну, я своих там миллион долларов, наверное, на тот момент потратил, на вот этот препарат, участие в этом. Я расскажу про этого Валеру, да. Значит, я говорю, а что с тобой, вот, я говорю, у тебя с животом что-то... Он говорит, да, ну, короче, врачи сказали, у меня поджелудочная, и уже все, конец ей, в общем. Я говорю, ну, смотри, риска никакого нет, давай я тебе дам препаратов, как бы стоят недорого, все. Он, ну, давай. Начал пить. А что сразу, что он пьет? Амафор с теквенолом, латал с эфетолом. В обед, вечером, кавиар ламин с эйкозимом. То есть он в течение дня шесть препаратов? Да. Это вот схема такая, самая лечебная. Просто я не стал на вечер писать, тяжело людям сразу. Это надо вот, или человек, когда целеустремлен, потому что кавиар с эйкозимом, это отдельная тема. Это полностью нервная система. Самураи человека делают. Ну, скажем, у кого Альцгеймера, Паркидсона или что-то помогает? Или вот эта схема полная? Да дело в том, что нет такой болезни, от которой не помогает. Вот эти программы восстанавливают организм полностью. Вот человек не может, я же говорю, немножко больной. Вот у него голова больная, а ноги целые. Ну, и он стал принимать шесть препаратов, в общем. Да, в общем, смысл, через месяц просто мне звонит, Андрей, ты волшебник. А ему антибиотики колят, какие-то лекарства дают, у него микрофлора вся уничтожена, кишки выжжены. И он облегчение сразу почел. Вот сейчас, на сегодняшний день, если хотите, я могу даже привести, он сам расскажет. Он каждое утро шесть километров бегает. А сколько прошло времени? Десять лет, больше десяти лет. И он сейчас, по нему никогда в жизни сейчас, ему шестьдесят с лишним лет, никогда не подумал, что человек десять лет назад умирал. А врачи обследовали? Врачи сказали, все, не ходи к нам, ко мне, вот таких вот, да. Вот у меня сейчас Мегион, или как он называется город, Ханты-Мансийский округ. Вот у моей знакомой муж умирал от псориаза. Просто вообще уже весь корками покрыт, лицо, все. Еще врачи говорят, мы ему ничем помочь не можем, до свидания, как выкарабкайтесь, так и выкарабкайтесь. Я говорю, без проблем. Через три месяца у него пересталось все шелушение. Через пять месяцев она говорит, я боюсь сглазить. Я говорю, только сплевывать при мне не надо. Я говорю, я верующий человек. Я говорю, не надо ничего бояться, идите Господу Богу, поставьте свечку и скажите спасибо. Потому что вот даже то, что он, они узнали обо мне, все, это все без воли Бога никогда ничего не бывает. А сколько лет прошло здесь, сейчас уже? Нисколько, вот он седьмой месяц пьет. И у него, да все уже, на работу пошел, работает, все нормально. Единственное, что говорю, при любых заболеваниях, при любых, не говорю какие там животные, алкоголь на тысячу процентов исключен должен быть. Даже корвалол, морковол, капелька одна, все мне ломает. О, это важное добавление. Да, нет, потому что Исаев объяснял мне, почему. Вот, например, эфитол, он эфирный спирт содержит. Вот многие, например, я сам первое время, когда пил, вот покушаю, пообедаю, раз латву с эфитом выпью, как будто поддал чуть-чуть. Вот не пьяный, ничего, а такое состояние, как вот от пива. Он мне объяснял потом, там есть эфирное содержание спирта, но вот этот спирт айтиловый, значит, одна капля полностью метаболизм избивает. Вот этот настрой, который организм настроил, одна капелька тук, тадамс, он в любую сторону стреляет. Но он уже со системы слетел. Так, а что этот человек от такого сильного стреляза применял, конкретно препарат? Значит, смысл такой, что первая схема. Ну, просто у меня есть препарат такой, Эймерол, тоже буду его производить, просто сейчас запускаюсь. Ну, сложно, да, с утром, к сожалению, я этот препарат уже не произвожу и никогда не смогу. Бифенол, это настоящие живые бифидобактерии. Больше возможности у нас нет, как бы, но искать другие где-то надо, потому что... Есть, уникальность, в советских времен сохранила... Отлично, отлично. Есть. Отлично. Вот это надо натощак обязательно. Именно натощак почему? Потому что смысл такой, что вот человек поужинал в 8, да, чтобы это на самом деле был пустой желудок, чтобы эти бактерии не в желудке остались, а именно в кишечник ушли. Потому что там и флора зарождается, и, кстати, иммунитет. Ну, так его все-таки утром перед едой вот эти бифидобактерии... Да, за час до еды. До завтрака, скажем. Да, запивать большим количеством воды, желательно двумя стаканами, именно чтобы пошло в кишечник. И ничем не забивать, чтобы смог из желудка уйти туда. После этого, значит, Марина перед едой. Так. Тыквенол с амофором после еды. Так. После этого у него... Это эмирол. Это от всех вирусов. Вот я говорю, вот у меня дети, кто пьет, ну, моих там друзей, близких, там... Не просто не болеют, вся школа, эпидемия, а эти не болеют. Если болеют в такой легкой форме, что... Да. У меня два таких препарата. Эмирол и эйлаурол. Ну, он пил эмирол, да, вот этот. Это эйфитол с эмиролом и вечером тогда еще был каверламин. Каверламин с ликозимом 10. Значит, ликозим 10 используется как антиаритмик у нас, мощнейший. Нервная система очень с этим связана. Каверламин – это вытяжка из-за крыморских ежей. Это еда самураев. Нервы стальными канатами становятся. Это я точно говорю. У меня столько пацанов, которые перенесли... Мы из такого пекла выходили. Вот оно накапливается, эмоционально-психологическое напряжение. День, два, три, месяц, год, все. Накопилось. Потом один раз вовремя не снялось, начало подкапливаться. Потом накапливается так, что катастрофа превращается. Вот на примере собаки, я все объясняю, ни одного слова сам не придумал. Только то, что мне Исаев и его дедушке Борис Михайлович рассказывали. Вот собака. Бак! Выстрел. У нее холка поднялась вот так. Ну раз по сторонам. Да нет, все нормально. Холка упала. Она пошла дальше. Человек, если тунц, мы же не видим холку. Вот это вот так поднялось там. Чтоб она упала, это надо человеку подышать правильно, как-то настроиться. А там моменты есть такие, когда некогда думать об этом. И вот когда накопилось, потом вот эти вот приступы паники, такие начинаются. До суицида люди доходили. С ума сходили. И вот это всем помогало? Месяц. Все. И нервы... Вот ковьяр ламин с экозимом 10, они снимают. Потому что что при панике первое? Начинается аритмия. Вот он мощнейший антиаритмик. Женщины от него в таком восторге. Почему? Потому что, они говорят, мы кремом даже мазать перестаемся. Основа куэнзим. И кто бы там что ни говорил, галурон, шмалурон, это все для нищих. Все богатые люди, как на куэнзиме делали косметику, самую дорогую, так и делают до сих пор. А это внутренняя косметика. Я сам, мне вот говорят, почему кожа у тебя такая? Ну, как понять? Я говорю, ну, не сохнет ничего, ни лицо там, ни... Я его кремом даже не пользуюсь. И женщины перестают. Вот такая побочка, скажем, у него. Ну, вот ковьяр ламин с экозимом 10, и вот задача, он начинает... А? С вечером, да? Да, ужин. Он снимает эмоциональное, психологическое напряжение, накопленное за день, да? Но, так как у людей... Он начинает вот это стирать годами. Это вот, знаете, как я всегда говорю, вот элементарно. У всех один и тот же синдром, да? Мы зависимы от двух планет, Луна и Солнце. Это, ну, самая тяжелая... Ну, самая зависимость у нас. И вот у людей либо кто-то просыпается на рассвете, когда Луна уходит, а Солнце встает, и вот трясет, да? Других людей не бывает, кстати. Вот тот, тот другой, да? Вот я, например, теперь не трясусь. Это счастливые люди. А другие, когда наоборот, Солнце заходит, Луна встает. Вот в этот период, с 6 до 9, какое-нибудь воспоминание. Вот я просто... Я это уже всех перед... Ну, это точно так. Раз, и человека выбилось с колеи. Ну, у меня такого вообще никогда не было. Ну, вы счастливый человек. Значит, смысл такой же. Очень много людей этим страдает. Депрессии, вот это все. Я считаю, что в основном бездельники. Ну, да. Да, или те, кто как бы... Ну, нечем заняться. Вот от безделья всякое. Но страдают от этого очень многие. И вот, вот эта зависимость, да. Значит, ковьяр-ламин, когда человек начинает петь, он знает, что в этот период у него... А не происходит. Не происходит. Не происходит. Снимает эмоционально-психологическое напряжение, которое годами накоплено. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Я всегда... Есть такая молитва Божьей Матери. Каждое утро мы читаем. Православные люди, да. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми твоими всесильными мольбами, от нежи от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумение, нерадение и всякое скверное и лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламень страстей моих, як онищийся икаянин. И избави меня от всяких лютых воспоминаний, предприятий и от всяких идей злых, свободимя, як облагословен от всех родов и славится причистое имя Твое во веки веков. Аминь. Так вот, это вот прям про этот препарат. Вот это вот то, что мы ходим, где-то какой-то ты, как вот Исаев мне объяснял, опять же, я его словами говорю. Это не я придумал. Молитву я знаю, я их много знаю, там я молюсь каждое утро. Вот. А это вот он объяснял. Вот ты сделал кому-то плохо, да? И вот вспоминаешь, и тебя трясет, да? Вот кавьяр ламин, это плохо. Это от лукавого все. А я вот эту молитву когда читал много раз и понял реально. Вот ходим с этой гадостью, это все от лукавого. Не должно в человеке быть. Не мучайся. Или забудь. Или найди этого человека, извинись. Но это убери, чтобы не было этого. Потому что это от лукавого. Я говорю, или вывод сделай, больше никогда не делай так. Нехорошо. Как ты вот поступил человеком? Что такое эфитол, да? Это наш фирменный омега-3, эйконол, да? И к нему добавлен ажелин-алицин. Это за субстанцию чеснок берется. С ним проводится много манипуляций. Там грибок специально превращается. Вытягивается все негативное. Там есть полезнейшие вещи, которые, ну просто, именно вот они восстанавливают. Вот этот ажелин-алицин у меня в лателе и в эфитоле в большом количестве. Значит, они и восстанавливают сосуды. И качество крови не просто улучшает, они усиливают кровоток. Естественным путем. Значит, активизируя клетки крови. Значит, эластичность суставов восстанавливают. Потом вот именно, вот где я говорил, как вот пробивается, да? Эритроцит обучается, пробивается. Не просто туда вычищает от гадости вот это, макрососуды, да? А оживляет их. И человек естественным путем, хочешь не хочешь, он молодеет. Вот внешний вид человека всегда показывает, в каком состоянии у него внутренние органы и сосуды. Да, но оживляет, конечно, сосуд не самый эритроцит, а вещества какие-то. Нет, я имею в виду освобождает проходы. И эти места, где были, назовем, дохлятина, да? Они оживают. Туда кровь попадает. Что такое ввоз? Чтобы люди знали и понимали. Вот сейчас у нас два года все эти мурашки, шмурашки там, Дроздовый, Стрельцовый там, ну, не Дроздовый, Николай Николаевича не имею в виду, а этих, вот это там, Синичкина, Птичкина там, понимают, о чем говорю. Значит, из ввоз надо выйти. И два года все они хотят выйти. А что не, оттуда не выйти, а убегать надо? Конечно. Я вам просто расскажу для аудитории, что такое ввоз. В 1946 год закончилась Вторая мировая война. Почему я говорю Сталин? Не просто, это мистическая личность. Как он все понимал и знал, это просто вот, ну, вот сейчас только начинают говорить, да? Каждый день человек при своей загруженности 300, 30 или 300 страниц чуть ли не прочитывал, и везде у него... 300, у него скорочение было. Подчеркнуто. Это же не просто прочитать, проанализировать надо. Я могу, например, 30 страниц прочитать вечерком, напрягусь. Только я боюсь, что надо потом еще пару раз перечитать, чтобы смысл уловить все. А у него все подчеркнуто. Значит, этот человек уникальнейший был. Значит, рассказывают, вот 1946 год. Два братья Далис и Ротшильд втроем сказали, что Вторая мировая закончилась, мы начинаем третью. И третью мы будем вести через здоровье людей. Официально заявили, почему об этом никто не говорит, я вообще не понимаю, потому что вот эта банда медицинская, это вот самое страшное. Вот все говорят там, что вот там Набиулина не такая страшная, как вот эта вот шайка, Минздрав называемая. Так вот я просто говорю, значит, они объявили это. В 1949 году образовался ВОЗ, про который все говорят. Образовал его Ротшильд по заказу ЦРУ братьев Далисов. Значит, смысл такой, что ни к чему, никакого отношения к здоровью не имеют. Значит, в это время товарищ Сталин в 1949 году наша медицина уже начала ездить к ним на конференции, там все, он этих всех чпокнул, просто там Коган, Моган, специально якобы возглавляли пять евреев это, да, это антисемитский заговор, опять же, перетяпали, не евреи, а жиды. Это разные абсолютно категории. Значит, это самое какого, никакого заговора, да, они на самом деле, но там и были Петренко, и Шметренко, и Соловьев, и Воловьев, и русские, все были. Что товарищ Сталин сделал? Когда он узнал об этом, да, что это, это Третья мировая война, он, огромнейшая работа была произведена органами, ни в Москве, нигде, по всей стране. Всех, кто разводили, поддерживает вступление в ВОЗ, там, их повестку, все, всех порасстреливали, чтобы концов не осталось, или пересадили, там, по 10 лет дали, да, и полностью навели порядок, только тех людей, которые по-настоящему врачи, которых у нас сейчас в стране, на всю страну, наверное, на пальцах перечесть можно. Это какие-нибудь фельдшеры, которые в деревне живет и людей лечат. Вот от него толку больше, чем от всего этого министерства. Бабушка, которая рассказывает в интернете, вот одуванчик дает такую-то пользу, вот траву собирайте, вот крапиву надо весной, ее министром здравоохранения поставь, больше толку будет, чем вот вся вот эта шушера, которая у нас сидит там. И это сделал, еще раз повторяю, величайший человек, товарищ Сталин, которого, я надеюсь, оправдают, не оправдают, его не в чем оправдывать, которого, вот это все, что оболгано, вот сейчас сын его, вернее внук, требует, чтобы, и надеюсь, к чему, что его причистят к лику святых. Сейчас для аудитории объясню, не надо мне на слово верить, вы можете сопоставить факты. Вот одно покушение на Троцкого, не прокатывают, второе покушение на Троцкого, ему говорят, слушай, старый пердун, живет в Мексике уже, да забудь ты про него. Нет, пока он его не завалил, он не успокоился, потому что он его дьяволом считал, по рождению дьявола. То, что он гадил там, из-за границы его отпустили? Не просто гадил, вот это то, что гадил, и сейчас, сколько гадят, никого нет, а это именно одного, их гадильщиков было немерено. И это был особый человек, основоположный. Дьявол, сатанист конкретный, он кровью залил в полстрани, мало того, все говорят, а что ж он храмы не открыл? Я говорю, вы хотите, что после такого наследия, он бы раз сказал, людей обработали, как вот Украину сейчас, людей обработали настолько, что он скажет, нет, давайте опять в Бога верить? Нет. Но при первой же возможности, 43-го года-то пошло, нет, 41-го. Значит, только первое обращение к нации, дорогие братья и сестры, это мелочь кто-то считает, не так совсем, все, он уже этим, бабушки вот так перекрестились, мне сами бабушки рассказывали, когда он обратился, наконец-то, вот типа, этот, мало того, по его приказу, все священники, которые сидели, не кто-то, а все священники, всех по его личному приказу отпустили, по его личному приказу, все приходы открылись, 41-й год, первый крестный ход на Рождество, это все кто сделал, крестным ходом обнесли Москву с Казанской Божьей Матерью, и по его приказу, когда Москву не взяли, но ведь чудо-то не из-за Москвы произошло, он когда обнесли крестным ходом, вот сирийский монах сказал ему, что явилась Матерь Божья, и надо обнести, и Москву не возьмут, он потом говорит, и Питер обнесите, вот где чудо произошло, полуживые люди, мертвые, окруженные немцем, и немцы туда не зашли, вот где чудо произошло, и по его приказу он сказал, чтобы Казанская Божья Матерь в любых церквях была обложена камнями драгоценными, мало того, все приходы открыли, все работало, почему не говорят о том, что пришел вот этот негодяй, лысый, козел, да, и первой же его речи, что он сказал, почему это не говорят, последний поп, будет, поэтому Сталин никаких репрессий, не делал, вранье полное, Хрущевый троцкист, это был, я эту гадость вспоминать просто не хочу, Сталин ему писал, уйми, дурак, и он еще по-другому, потому что он сынка, который предателем было немцем, сдался, Хрущева, я имею в виду сына Хрущева, он умолял на колени Сталина, так сказать, его, когда его взяли, не расстреливать, не казнить за предательство, он сказал, нет, как и всех предателей, мы казним, почему должно быть любое исключение, да, там, сын, он своего сына, да, правильно, он затаил это, ну, на Сталина, за вот, как Хрущев, за это дело в том числе, товарищ один за границей, да, покупает, я говорю, что у вас там, в Европе БАДов нет, что ли, он говорит, Андрей Романович, таких вообще нет близко, я уехал, говорит, а без них, как бы, дочь занимается профессионально теннисом, и вот она, мы, говорит, попили эти, и американские, и, ну, как бы, вообще ничего, от наших препаратов сразу эффект идет, а от этого ноль вообще, вот, и самое главное, у него какой-то прибор, он подводит там, и он там трещит, или пищит, короче, как-то показывает, можно, не можно, какие там вибрации, все, от моей, говорит, все положительно, а вот, ну, я ему до этого говорил, смотри, он говорит, я омегу-3 попью, я говорю, не вздумай, доппергерц, который к нам сюда, в Россию поставляли, сила двух сердцев, а? Ну, это идиотская реклама, сила двух сердцев. Да, это конкретная отрава при отраве, он говорит, я купил, специально поставил, там зашкалило в минус, я говорю, объясняю, через нас, через российские граждане, шла утилизация этого гомна, потому что, в Европе, в самой Германии, за это под суд отдавали, если продавали его. Ну, это как и ножки Буша, то, что на горло, они сами это не потребляют, а наши дураки еще удивлялись, почему же самые лучшие вкусные части идут нам, самая лучшая грудка, где чистая, а это в суставах, все же отложения, там самые гадости, вот, почему у всех потом начали суставы болеть, сосуды костенеть, это же все от ножек Буша, вот наши все родители, вот эти инсульты, инфаркты, это же все. Ну, там много факторов, в том числе. Много факторов, но это вот тоже в том числе, особенно на суставы, потому что в них, вот тем, что их кормили, да, в чем проблема вот суставов, мы вот, ну, скажем так, у меня маме сейчас 85 лет, да, было 80 лет, 5 назад, сестра привезла ее ко мне домой, с Геленджика забрали ее, она к себе везла в Оршу, я ее вот так вот с поезда на тележку посадил, привез до машины, высадил домой, привез, я говорю, Наташа, ты езжай, а она у меня поживет, так, перед едой пей Марину, не буду я, еле разговаривала, неделя, через неделю уже начала, так, так, что у меня, где у меня тут Маринка, все, прошло уже 5 лет, она вообще передумала, как бы и помирать, и все, и с каждым годом лучше и лучше, в любом возрасте мы можем восстанавливать людей, 80 лет, это вообще не срок. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт надгар.ру, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки, ну а потом то, что вы захотите, так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары, вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим, в любые города России и любые страны мира, от Казахстана до Великобритании, от Кореи до США, все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте, в разделе доставка и оплата, поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики, ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам, там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат, и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом, вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб, мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok